А спонсором данного видеоролика является канал Каракатица ТВ. Здесь ты узнаешь, как создавать вкусные штучки из разных блюд, разные опыты и многое другое. Всё это на канале Каракатица ТВ. Ну а мы начинаем! Всем привет, друзья! С вами снова Чизбургер. В этом видео я расскажу вам, как сделать WoWy Knife, или в переводе с английского, длинный охотничий нож. С раскраской кровавая паутина. Делать мы его будем, как обычно. Дерево для этого нам понадобится. Лодик ручной, наждачная бумага, струбцина, фанера 5, 3 и 2 мм. И шаблон. Скачать вы его можете, перейдя по ссылке в описании под видео. Давайте приступим! Итак, ребята, сейчас я вам быстренько расскажу, как рисовать чертежи. Из-за основы берём 5-мм фанеру. На ней рисуем полностью окантовку всего ножа. Это будет наша центральная часть. Далее, на 3-мм фанере мы рисуем ручки и заднюю часть. Как видите, уже без вот этой вот маленькой штучки. И затем, на 2-мм фанере мы наносим две вот такие своеобразные детали, которые находятся вот в этом месте. Далее приступаем к вырезанию. Далее приступаем к вырезанию. После вырезания у нас должны получиться вот такие вот детальки. Теперь перейдем к склеиванию. Для начала мы приклеим одну из деталек на вот это место. Наносим клей и приклеиваем. Точно такую же деталь мы приклеиваем с другой стороны. Теперь перейдем к заточке. Делаем это следующим образом. Должна получиться вот такая деталь. Точно так же делаем со второй. Должны получиться вот такие вот две ручки. Так же на обоих концах мы должны сделать вот такие вот небольшие сглаживания. Теперь давайте приклеим их на основную часть ножа. Для этого мы наносим клей на всю внутреннюю поверхность одной из ручек. И приклеиваем на ее место. Приклеили и то же самое делаем с другой стороны. Теперь перед приклеиванием оставшихся деталей наша задача сгладить ручку. После проделанной процедуры у нас должны получиться две вот такие вот ручки. Можете поставить на паузу и присмотреться, как я их сгладил. Теперь давайте приклеим задние части. Для начала сделаем в этом месте небольшое сглаживание, чтобы переход был более плавный. Далее наносим клей на внутреннюю часть и приклеиваем эту детальку на нужную позицию. Вот так у нас должно получиться. То же самое мы делаем с другой стороны. Теперь наша задача сгладить заднюю часть ножа. Сгладить мы его должны вот таким вот образом. Теперь перейдем к сглаживанию вот этих деталей. Мы должны сделать сглаживание. Вот таким образом, в виде плавного перехода. Далее приступим к заточке лезвия. Для этого мы прижимаем наш нож струбцины к столу и начинаем затачивать. После заточки у нас должно получиться вот такое вот лезвие. Смотрится оно довольно так устрашающе и очень круто. Также с помощью струбцины я сделал эффект заплаток. В итоге получился вот такой вот bowie knife. Теперь можно приступать к покраске. Будем красить его в кровавую паутину. Для начала заклеим наше лезвие бумажным скотчем. Далее черной краской, желательно матовой, покроем нашу ручку. После того, как наша ручка подсохнет, покрываем красной краской наше лезвие. Далее с помощью обычной черной ручки мы наносим рисунок в виде паутины. Далее после того, как нанесли рисунок, обязательно делаем эффект заточки. В конечном итоге у нас должен получиться вот такой вот bowie knife с раскраской кровавая паутина. Эффект заточки здесь смотрится очень здорово, так что не забывайте его делать обязательно на каждом из ваших ножей. Через некоторое время его лезвие окуну в яхтный лак, и оно будет блистать, как настоящее. Ну а с вами был Чизбургер. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, напишите комментарий. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok